Петербург. Такой многогранный, блистательный у Пушкина, загадочный у Гоголя, призрачный у Блока, мистический трагический у Достоевского и, конечно же, фантастический, братьев Стругацких. Малая родина. Вот что такое для меня Петербург, говорил Борис Натанович. Гимназия номер 107 на Выборгской улице. Борис Стругацкий окончил ее серебряной медалью, уже попробовав себя в прозе. Его фантастический рассказ «Виска» очень понравился учительнице литературы. В конце 1954 года Стругацкий вместе с женой Аркадия Еленой прогуливались где-то здесь, в районе Аничкова моста. За беззубость и сюжетную заскорузглость критиковали братья современную фантастику. Терпение Елены иссякло. Если вы так хорошо знаете, как надо писать, почему же сами не напишите, а только грозитесь да хвастаетесь? Слабо? Тут же состоялась пари. Страна багровых туч стала первым совместным произведением Стругацких. Так дело и пошло. Полдень, 22 век. Стажеры, попытка к бегству, далекая радуга. Трудно быть богом. И, конечно, понедельник начинается в субботу. К слову, именно Пулковская обсерватория, где Борис Натанович трудился инженером счетной станции, стала прототипом Института чародейства и волшебства «Ничего». Тут и сейчас в будний день безлюдно, как будто ходишь по зоне из пикника на обочине. Одно из главных фантастических повестей 20 века. Пикник на обочине лег в основу одной из самых сильных киноадаптаций творчества Стругацких. Сталкер Тарковского получил приз экуменического жюри на Каннском фестивале 1980 года. Четвертый дом на улице Победы. Он же дом еврейских миллионеров. Место, где с 1964 года и до самой смерти жил и работал Борис Стругацкий. Сам писатель говорил, что где-то здесь, в этом районе, и происходит действие повести за миллиард лет до конца света. А буквально в паре минут ходьбы площадь братьев Стругацких. Официальное название с 2014 года отображается на картах. Но жить на площади имени писателей-фантастов, увы, нельзя. Все дома стоят либо по Московскому проспекту, либо по улице Фрунзе, либо по улице Победы. В Пулковской обсерватории Борис Стругацкий изучал другие миры и одновременно создавал их в своих книгах. Именно поэтому после его смерти прах писателя-фантаста развеялись здесь, со смотровой площадки. Таково было его завещание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова